Все-таки освещение iMac самое путевое, такое самое профессиональное, по-моему, не нужно даже отдельного света и бафчик, да, вот так, когда носишь, я сделал сегодня такой опыт, можно резать лучок и не плакать, но сегодня я хотел разобрать пару вопросов от подписчиков на инстаграме, да, на инстаграм тоже пишут, на фейсбук нужно будет заглянуть, я там не был, я не знаю сколько уже, сегодня с лучами зашел, а там столько предложений в друзья, я там, ну, вообще никогда активности никакой не было. И подзабил, извиняюсь, конечно же, но первый вопрос от Alex, как я понял, система OneBuy у него и кассета 1136, теперь звезда 36 тоже, Narrow Wide, и вопрос заключается в том, что какую лапку сгодится для такой системы, чтобы цепь не провисала на самой сложной передаче 3611. Длинная лапка или короткая, в Shimano SS короткая, GS это mid-cage, да, то есть, соответственно, длинная, хотя это средняя, в общем, такая вот система, но вот здесь табличка, видная, как у других производителей все называется, я бы сказал, что здесь подойдет SS, так как GS больше для систем, там, с двумя звездами, с тремя даже, на такого, на MTB, и я бы посмотрел бы на технологию Shadow Plus, опять-таки, которая позволяет переклюк натянуть, там есть еще одна пружинка, насколько я понимаю, которая держит систему в достаточном напряжении, чтобы цепь не сильно скакала, и, да, в принципе, если у кого-нибудь есть опыт фактический использования такой системы, конечно, может писаться в комментариях, но я больше подробнее не могу сказать, мне Shadow Plus, я уже рассказывал в видео про электровелосипед, и там, конечно же, система тоже 1x20 спереди, сзади длинные там лапки, но и кассеты, кассета на 1142, да, была на электро, которую я недавно вот показывал, если пропустил, можно заценить, но там действительно 1142 просто гигантская кассета, здесь 36, 36, я не уверен, там, возможно, с этим адаптером можно работать, с Wolf Tools для MTB, на сайт тоже оставлю ссылку в описании, можно будет зайти, и, скорее всего, там табличка есть тоже, по всей совместимости, если ты еще не нашел, но основной вопрос у меня пришел от Сергея, как я понял, тоже тут эти никнеймы на Инстаграме, тут не разберешь, как человека зовут в итоге, но совсем-совсем молодой парень, 15 лет, да, соответствующий бюджет, тут родители не покупают или не могут купить One X, PlayStation 4 и прочее, это неплохо, но вот человек сам накопил на шоссейный велосипед, и, к сожалению, он не в Германии, да, где можно разносом газеток подкопить себе за год, другой на порядочный велосипед, на 105-й, на Altegra, а там, где он есть. В любом случае, бюджет сильно ограничен, и нужна будет ваша помощь по опознанию этого велосипеда, потому что, ну, серьезно, я с таким не общался вообще ни разу. Возможно, вот в России, когда мне покупали стелс, когда я сам на салюте катался, тогда что-то вот, ну, я не интересовался просто ничем, что было на моем велосипеде, он просто катил. И вот этот велосипед, который может себе позволить Сергей, такого же типа, 200 долларов, да, 200 долларов бюджет, велосипед называется Profi, Profi Road, да, просто вот Profi Road, я первое, что нашел, это вот эта вот ссылка, не уверен, что это совсем то, 4977 гривен, в любом случае, выглядят сразу вот эти обода, такие под действительно какой-то профессиональный крутой велосипед, с крутыми катками, на самом деле, конечно, это просто жесть, нереальная жесть, в том плане, что качество от этого велосипеда не стоит ожидать вообще никакого, то есть даже моя сестра, когда мы подбирали велосипед вот самый-самый бюджетный, и был, в принципе, пофиг, самое главное, добираться до работы, какие-то там 4 километра, мы подбирали за 250 евро, даже я сторговал немножко, поэтому он 250 стал, но там даже велосипед, я не знаю, выглядел, но он городской, да, и колеса хреновые очень, но система вот эта, что там было, планетарная втулка на 3 передачи, работает до сих пор, все отлично в этом плане, опять-таки, гарантии есть и все остальное, здесь, я думаю, ничего такого нету, велосипед развалится под амбициями, действительно, амбиционированный молодой человек, колеса здесь абсолютно минус, я бы сказал, не знаю даже, что это, но 200 долларов, ребята, тут я не думаю, что нужны тесты в аэротрубе и какие-то тесты, которые проводятся в энви и в зип и других, у других производителей, в любом случае, как я понял, обвес торней стоит, тоже ругательное слово на моем канале, но Сергей хочет его сразу затюнинговать, насколько это возможно, будет на Deore, Deore, ну, здорово, это, конечно, круто, что я не рекомендую, я не рекомендую тюнинговать такого типа велосипед, что, опять-таки, изначальный вопрос, как мне тренироваться на шоссейном велосипеде, график тренировок и объем работы на них, я, наконец, накопил денег и хочу на днях его приобрести, просто энергия и энтузиазм пышет, конечно же, из сообщений, но реалии таковы, что сейчас зима, опять-таки, человек сказал, что он найдет место, где покататься с танка, естественно, нет с таким бюджетом, но, да, то, что найдет, это круто, но что стоит вначале, на что стоит вначале обратить внимание? Во-первых, она, знакомство с велосипедом начинается до покупки его, не по картинкам, подходит ли он тебе по цвету, к носкам или к, не знаю, там, сережке, без понятия к чему, или бафу, не визуально, а ты пробуешь ее, фактически, катаешься на нем, подходит ли он вообще тебе, потому что, действительно, с таким уровнем амбиции, да, я понимаю, не только 15 лет, это, наверное, чуть-чуть постарше даже, люди тоже на эмоциях, сколько покупок на эмоциях, неважно, в принципе, от возраста это не зависит, я думаю, настолько сильно, но твои эмоции, они порождают ожидания, которые в итоге могут разбиться о реалии, и этого ты хочешь избежать, поэтому попробуй этот велосипед, сделай пробную поездку, это все, что тебе сейчас требуется, потом ты делаешь эту пробную поездку, более-менее как-то пошло, ну, стоит он, конечно, ужасно мало, и ничего не стоит, так сказать, ну, бюджетный очень велосипед, но пойдет, допустим, на сезон ознакомления, человек хочет купить контактные педали, это здорово, в том плане, что и MTB, самое главное, еще второй большой палец, ты, на самом деле, получишься, там, балансировать на велосипеде, без понятия, выстегиваться, встегиваться в самых различных ситуациях, это круто, педальки, ты потом сможешь взять на другой велосипед, этот велосипед, который ты купишь, единственное, что там меняй, это цепь, больше ничего там не меняй, начинай вкопить опыт, насколько можно с этого велосипеда выбивать все, что из него есть, и копить еще, но заново бюджет на что-то более, действительно, разумное, потому что, если катание на таком виде велосипед тебе, на самом деле, понравится, и ты сможешь ее перерасти, то тебе нужно будет фактически брать, что ты лучше, и теоры, там погода особо не сменит, я думаю, эти колеса, там и распицовка некачественная, и обода тоже не центрированные с завода, это все нужно будет, и покрышка там совершенно не быстрая, да, вообще далека от чего-то там, по накат мы только слышали, и, да, это, в принципе, вот первые советы, да, график работы, ну, график работы, что значит график работы, изначально тебе нужно, опять-таки, вот познакомиться и ментально настроить себя на то, что это тебе нравится, это основной краеугольный камень, да, дальнейшего развития твоего отношения с велосипедом, если тебе это не понравится, если тебе психологически будет давить какой-то момент, ты всегда будешь чувствовать что-то, ты будешь негативно ассоциировать поездку велосипеда, на велосипеде, то есть, допустим, ты встаешь с утра, хреново себя, ну, не очень чувствуешь, да, не совсем в форме, вроде погода окей, ты смотришь на лесопедку и сразу МОФК тебе предлагает такие ассоциации, там, не знаю, шопу болело, ноги болели, спина болела, все болело нафиг, и нет, ты вряд ли выйдешь на нем, да, ты, возможно, пробежишься или погуляешь и прочее, но на велосипеде не совсем так захочешь, возможно, там километров 5-10 навернешь вокруг дома, но нет, здесь именно важно создать какой-то положительный, положительный экспириенс, опыт общения с велосипедом, и я думаю, вот этого велосипеда достаточно будет для вот чисто вот этой цели, это твоя основная цель, которая действительно поможет тебе в будущем. Потом, насколько часто ты сможешь использовать этот велосипед, будет зависеть, опять-таки, от твоего отношения к нему, если тебе нравится на нем кататься, ты будешь часто кататься, ты же не можешь, какой толк, если я тебе сейчас дам план какой-то, типа, там, день через день заниматься, по часу, делать там интервалы в общей сложности, там, по 5, начиная от 3 минут, по минутке, да, там, заканчивать 10 интервалами, там, тоже по минутке, через минуту, если очень интенсивно, минуту через минуту, то есть минута активно, минута отдых, минута активно и так далее, либо минута активно, отдыхаешь вплоть до нормализации пульса, опять интервал, и это, конечно, я могу все это рассказать, но какой толк, если тебе это будет делать вообще не в кайф, да, и тебе лично это вообще никак не поможет, в том числе, какой уровень у тебя должен быть в 15 лет. Я бы сейчас сказал бы, поднял бы все эти категории велосипедистов, да вот, пожалуйста, табличка, можете посмотреть различные категории велосипедистов, в 15 лет уже можно солидный уровень иметь, но какой толк, если ты не можешь измерить свой уровень. Я тебе скажу, какой уровень у тебя должен быть, но чтобы его измерить, у тебя должен быть ваттметр, да, просто вот так оно и есть, но если, допустим, измерять свой уровень на какой-то, постоянно одной и той же дорожке, то условия на этой дорожке будут каждый раз иные, ветер будет с других сторон дуть, температура будет другая, и без понятия, что там еще будет другим, велосипед, возможно, тоже будет другим, различное давление в шинах и прочие-прочие факторы, другая джерси, которая не совсем будет узкая, и в том числе вот на все можешь копить и все можешь покупать, пока ты будешь пользоваться этим велосипедом, то, что ты сможешь взять дальше. Этот велосипед никак ничего не нужно там менять. Седло, седло можешь поменять, седло ты сможешь потом на другой велосипед тоже перенять, потому что седло делало такое очень индивидуальное, перчаточки, шлем обязательно купи, такие вопросы, задумайся о безопасности. Вау, я могу, в принципе, говорить, конечно, об этом очень-очень. Собака на последних минутах перегрелась, но если у тебя есть что-то добавить по этому велосипеду, или ты можешь предложить даже какой-то конкретный другой, или опыт общения вот с такого типа ашанбайками, будем серьезными, то, пожалуйста, поделись, дай нам знать, да-да.